Доброе утро всем! Доброе утро! Глебка, всем-всем доброе утро! А сегодня я на завтрак испекла вот такую вот шарлотку с яблоками. Правда, она еще немножко не готова, она горячая. Еще остывает, вот когда она остынет, ее нужно посыпать сверху сахарной пудрой. Сверху нужно посыпать сахарной пудрой. А вот это вот сверху темненько, это яблоки с корицей. Корицу мы очень-очень любим. Это идеальное сочетание яблока и корица. На разрезе сейчас доча покажет. Короче, мой завтрак, вот он. Вот. А дочин, вот этот вот. Сыночка уже поел. Уже он кашку, витаминку, сок, все выпил. Ну все, всем приятного аппетита! Ну вот. У Глеба, как оказалось, у него... У него, подожди, Глебка, бабушка сейчас скажет, скажет, а ты скажешь, правда это или нет, да? Вот у Глеба, оказывается, ну день рождения же вот скоро, в воскресенье, в понедельник у него день рождения. И, как оказалось, у него всю жизнь мечта, вот эти поп-итты. Ну что это? Ну для нас это что это? А для Глеба это подарок. И вначале мы ему купили, значит, он так радовался, вот этого маленького поп-итенка. Покажи. Маленький на 36-ти. А это, а вчера мы поехали, и он говорит, я хочу... Что ты хотел? Поп-ит. Еще. И два симпотинка. Вот. И, короче, что ему понравилось, то мы ему и взяли. Ну поп-ит мы ему взяли на 400 этих плембочек. Это же вообще, Глебочка, расскажи. Другие бы родители сказали, бери поменьше, а эти, говорят, бери в самый раз. Мутные какие-то, да? Да нормальные. Нормальные? Нет, это когда мы тебе сказали, бери в самый раз, раз тебе нравится, бери. Это твой день рождения, бери что хочешь. Ну, конечно, вот если честно говорить, у нас с мамой немножко такое смущение было, что вот этот вот кусок резины и какую сумму стоит, это даже на камеру и даже стыдно оглашать. Бешеных денег стоит. Никогда не думала, что вот это так дорого стоит. Но, тем не менее, у ребенка день рождения, и он очень долго скидывал себе в копилочку денежки. И вот теперь, мы вчера бомбанули эту копилочку, и... А что ты не лёг... Симпл, димпл. Два симпл димпл и два пупыта. Ну, давай племкой свой, пупытик. Пупытище. Пупытищище. Да лошадь. Резиновая. Ни у кого такого пупыта нет. Помечтай. Если кому нравится, вы можете покупать, кому нравится. Если будут в магазине. Мы это взяли, дочка сумочка. Клеп, мы рекламу не делаем. Вообще-то придется. Придется? Ага. Не делать. Что делать? Придется делать рекламу. Угу. И. Много ли ребенка для счастья надо, да? Ну, все, ты доволен? Да. Сюда посмотри. Вот он, мой пупыт. Да это пупытищище. Мега-пупы. Мега, да? Да, мега. Когда мы, помнишь, купили вот этот вот, вот этот вот, манюню. Ого, ну как это классно! Но когда я вот этот половик увидела, ну, просто не целая. Это вообще кошмар. Папа вчера тоже увидел, говорит, ого, ничего себе! Ну, вот как-то так. И вот эти. А это тоже, а что символ? Символ димпол. Ну, вот так вот. Тоже плянка. Короче, нам лишь бы плянкало. Да? Не страшно. Не, ну вообще для меня, например, это так, что вот день рождения у него, ну, ребенок доволен, доволен. И это классно. Мы ему покупаем не то, что обычно как на день рождения берут. Мы берем то, что надо, и дарим. То, что ему нужно, и дарим. А мне кажется, вот в моем понятии, вот говорят, старые да малые рассуждают на одну тему, на одной волне. Да, я, например, в моем понятии так, надо не то, что ему надо, а то, что... То, что ему надо, мы и так купим. Да, то, что ему надо, куда мы денемся, мы и так купим. В труселях в школу не пойдет. Да, да, да. А ему нужно дарить именно то, что он хочет купить, то, что он хочет на день рождения. Вот это вот у него отложится ярким, знаете, таким... Я страшно обожаю пупы. Вот, и у него это яркая такая, яркий момент в жизни будет, что вот он получил то, что хотел. А еще вот, что интересно, обратите внимание на его руки. Это я еще фонариком подсвечиваю. Они светленько смотрятся, потому что я фонарик включила у сотки, и они подсветили. А вот если выключить фонарик... Смугляха ты, что? А, включи спыжу! Включи спыжу! Вот, посмотрите. У меня руки вроде как загорели, вроде как темные. Я повторяю, включи спыжу! Сейчас включу руку, вот так поставь, смотрите, у меня вроде как руки загорели. А ты что? Глебка, я, если мама черная, то ты уголек. Я не уголек. Нет, он белоснежка у нас, вот посмотрите. А вот она как Люся. Ну да. Снежиночка ты наша. Но Люся по цвету. Глебки белые на лице, только зубы и глазки. Послушайте, я вам расскажу. Ожму ладошку. Покажи ладошку. Ну как о чем? Ну она белая. Рядом вторую положи. Нет, а эту одну так, одну так. Вот так, вот так. Дай поплюкать. Покажи, покажи. А вторую вот, во-во, вот так, вот так. Вот как у Макакаченко. Здесь черненько, там... Ну блин, надо себе лупу подобрать. Глебка, тебе с твоим цветом кожи, знаешь, в Африку надо по пальмам. Только банану обезет отбирать. Будешь прыгать, угу, 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 угу. Да плюс дохнут, как мухи. А в Африке там же низкий уровень жизни уже читает. А, он же прочитал. Нет, я же тебе говорю, не жить так, поехать, чисто обезьян пошугать немножко, нет? Нет, я все равно не поеду. Там низкий уровень жизни. А ты по нации кто? Русский. Да? Да? А до этого, вроде говорили, что другая у тебя нация. Нет, я вообще-то русский. Вообще-то русский ты, да? А до этого ты нам постоянно доказала, что ты казах. В Казахстане живешь? Да. Хватит обман. Ну вот как-то так. Ну вот как-то так. Все, пока Глебка возмущался, он всю ее переплюнкал. Во! Вон еще одна внизу. Чепоник. Хай. Ой-ой. Вот игрушка, да? Переворачивай пленкой да пленкой. Последний пленк. Все-все. Да, Пупытер. Пока, говори. Ну вот. Сейчас я вам покажу симпул Димпул. Так ты же показывал уже. Вот он. Вот эти. Так, вот вниз. Смотрите, классный сигарет. Он тоже как Пупын, только он крутится. Смотрите. Спиннер. Да, как спиннер. Ну все, говори. И вот он еще сморозил. Вот так пленкается. Вот, смотри. У нас таких игрушечек, конечно, в детстве не было. Развлекательные игрушки. Так, все. Пока. Прощайтесь. Ой, что-то... А что ты за часа... А это он вспотел. Что ты по часу-ка начал? Да я это поте... На улице. Ну давай, говори пока. Что ты по часу-каешь? Пока я вам сказал. Субтитры сделал DimaTorzok